Добрый день, дорогие друзья! В читальном зале научной библиотеки Зюменского института культуры открылась новая выставка «Культурные миры Юрия Лотмана». 28 февраля 1922 года родился Юрий Михайлович Лотман, известный культуролог, лингвист, литературовед, ученый с мировым именем. Юрий Михайлович родился в Петрограде. В его семье было много детей. Сейчас бы мы так сказали. Было три девочки и один мальчик Юра. И семья, которая очень прекрасно занималась воспитанием детей. Это, конечно, повлияло на маленького Юру. Они вместе читали. Отец читал Пушкина. Старшая сестра Инна читала западноевропейских классиков Диккенса. Они ходили в театры. Они занимались тем, что путешествовали по городу. И папа, очень прекрасно знавший город, рассказывал о ее архитектуре. Также мы бы сказали, он мог быть и энтомологом. Маленький Юра очень любил кузнечиков. Но это дело продолжит его сын в будущем. Он станет биологом. Юрий Лутман окончил школу в 1939 году и поступил в Ленинградский университет. Но через год его забрали в армию. И, к сожалению, с 1940 по 1946 год это был военнослужащий. Юрий Михайлович прошел всю войну. Он был связистом. Он участвовал во всех боевых сражениях и в Берлине закончил войну. После окончания войны он вернулся. Был восстановлен в университете. И до 1950 года он закончил филологический факультет. Он был председателем студенческого научного общества. Уже тогда его тянула лингвистика. Он стал филологом. Он стал крупным литературоведом. Он был культурологом. И в эти же дни, когда он учился, его занимала уже семиология. Он написал книгу «Семиосфера». Он науке о знаках посвятил очень-очень много своего научного времени. Когда он начинает работать в Тарту, в педагогическом институте, а затем в Тартурском университете, будучи заведующим кафедрой русской литературы, он продолжает эти занятия. И там создается школа. Тартуско-московская школа совместно с московскими коллегами, которая занимается Семиоцкой. Юрий Михайлович пишет кандидатскую диссертацию. Он защищает докторскую диссертацию. Затем его научные взгляды были устремлены на 18-19 лет. Он занимается Пушкиным, занимается тем, что исследует, кто такие декабристы, что такое быт русского дворянства. Он пишет об этом в своей книге. Книги о Пушкине, о Семиосфере, о поэтох и поэзии. Книги об искусстве. Всесторонне развитый ученый. Здесь мы видим его переписку с его супругой Зинаидой Григорьевной Минц, а также с его сокурсницей Сонкиной. Юрий Лотман был человеком, был ученым с мировым именем. Он был академиком Шведской Королевской Академии Наук, был членом и членом-корреспондентом Британской Академии Наук. Также его знали в Норвегии. Безусловно, он был одним из первых и серьезных семиотиков с мировым именем у нас в России. Это был наш легендарный русский ученый Юрий Михайлович Лотман. Приглашаем на выставку, где вы увидите книги о нем и его произведения, которые были написаны ярким, великолепным языком. В конце 80-х годов Юрий Михайлович делает телевизионные лекции. Именно по этим лекциям была написана эта книга «Воспитание души». «Воспитание души»